Всем привет! Сегодня хочу поговорить вот об этом персонаже. А то все говорят про одну дневную фурию. Но этот злодей тоже заслуживает внимания. Его зовут Гриммель Гризли, что в переводе означает «Гриммель ужасный». Кто же он такой, этот ужасный Гриммель? Сегодня будет много вопросов и мало ответов. Я могу что-то предположить, но тебе придется додумываться самому. Начну с того, что не понимаю, почему многие считают, что Гриммель не похож на злодея. Конечно, Драго выглядит более страшным. Но сила ведь не главное. Еще ведь и интеллект нужен. Многие злодеи хилые и щуплые, но непредсказуемые, потому что очень умные. Ты, наверное, ожидал вот такого злодея. Или вот такого. Но ведь были и такие злодеи. И даже вот такой. Гриммель самый умный из них, и поэтому он действительно очень опасный. Авторы мультфильма сказали, что они подбирали Икингу соперника по уму. Разве злодей должен быть большим и страшным? Он может быть щуплым и ужасным. Недаром ведь ему дали такое прозвище. Итак, в трейлере Гриммеля показывают всего лишь 7 секунд, и он говорит 3 фразы. Я охочусь на ночных фурий. Твой дракон последний. Ты никогда его не получишь. Тогда я уничтожу все, что тебе дорого. Это очень немного. Но даже из этих кадров можно сделать какие-то выводы. Ну, во-первых, Гриммель совсем не викинг. У него внешность европейца, а не скандинава. Я бы даже сказал, что он немец или австриец. Вот это викинг. Вот это викинг. Даже вот это викинг. А Гриммель, ну никак не викинг. Тем более он пользуется таким оружием, как арбалет. Это тоже не скандинавское орудие, а европейское. Так что Гриммель чужестранец, иноземец. Возможно, он уже давно путешествует по разным землям. Потому что... Я охочусь на ночных фурий. Твой дракон последний. И вот теперь ему осталось поймать последнюю фурию. Беззубика. Почему он их ловит? Откуда у него такая ненависть к ночным фуриям? У меня есть теория. В конце видео я поделюсь ею с тобой. Икинг – изобретатель. Он придумал орудие, которым сбил фурию. Он хвост сделал для Беззубика. Разработал для себя костюм и огненный меч. Но и Гриммель, похоже, человек науки. Смотри, на каком квадрокоптере он летает. Какие-то цепи, шестерни. Похоже, это сложная конструкция. Явно у него технологии повыше, чем в кузнице Плеваки. Гриммель – тоже изобретатель. И, возможно, фурий он ловит с помощью своих изобретений. Вот только непонятно, почему он летает на таком устройстве? Почему он не на корабле, как все? Может, потому что он одиночка и флот не его? Может, он только сотрудничает с Драго? Может, у них сделка? Гриммель – охотник за драконами и вполне возможно, что он охотится один. А может быть, у него просто морская болезнь, хотя дневную фурию он запирает в клетку, которая находится на корабле. И с икингом он разговаривает, похоже, в каюте. Кстати, вот интересный момент. Гриммель с кем-то мирно разговаривает, потому что в это время пьет что-то из кружки. А потом резко рассердился на что-то, выхватил свой арбалет и без раздумий выстрелил. А вы говорите, какой-то не такой злодей. Нормальный злодей, непредсказуемый. Ну и у Гриммеля есть драконы смертохваты. Только они не приручены, а выдрессированы. Они не друзья ему, а просто ему подчиняются. Похоже, что Гриммель не любит только ночных фурий и уничтожает только их, а не всех драконов. Хотя было сказано, что Гриммель считает всех драконов опасными и считает, что делает благое дело, когда их уничтожает. Мир должен быть без драконов, говорит Гриммель. Драго хотел подчинить себе драконов, а Гриммель их просто уничтожает. Но особо он ненавидит ночных фурий и даже готов уничтожить Икинга, если тот встанет у него на пути. Почему? На этот счет у меня есть теория. Гриммель – главный антагонист не всего фильма, а конкретно Икинга. Этот герой такой же умный и такой же изобретательный, но противоположность Икингу в плане отношения к драконам. Икинг в детстве был воспитан, чтобы убивать драконов, но все изменилось. Может быть, Гриммель как антагонист в детстве воспитывался там, где жили в мире с драконами, но потом что-то случилось и он стал их ненавидеть и особенно ночных фурий. Может быть, вот эта фурия – это дракон из прошлого? Может, нам показывают сцену, когда драконы убили семью Гриммеля и он поклялся отомстить? И он посвятил этому всю свою жизнь, колесит по всему миру и уничтожает ночных фурий. Короче, Гриммель совсем не прост. Это герой, у которого есть свои принципы, который готов пойти на многое для достижения своей цели, но в то же время он интеллигентный образованный человек. Драко бы уже давно убил Икинга или заточил его в клетку, а Гриммель общается с ним, ведет беседы и, похоже, интеллектуальные беседы. Ну а как будет на самом деле, узнаем 21 февраля 2019 года. На сегодня это все. Смотри другие мои теории и разборы и не забывай подписываться на канал, чтобы не пропустить новые. Всем удачи и пока!